Дискуссию с целью сформировать мнение о причинах энергокризиса и наиболее эффективных способов из него выйти инициировали члены общественной палаты. Основными оппонентами стали два бывших руководителя Черномор-Энерго – Резу Зонтария и Аслан Басария. У них два совершенно противоположных видения того, как должна работать энергетическая отрасль. Зонтарий уверен в том, что Абхазия должна строить свою собственную энергетическую систему. Нам Российская Федерация даст ровно ту социальную помощь, которую понимают. Они хорошо видят и хорошо понимают, насколько мы больше потребляем, чем должны. У них есть свои показатели, своих регионов аналогичных, где их показателей намного меньше. Они будут всегда говорить и будут правы, что господа у себя наведите порядок, и тогда мы вам дадим ровно столько, будем помогать. Они помогают в размере 300 миллионов киловатт-часов. Это то, что я знаю из источников Министерства экономики, то, что мне сказали, а что будет в этом году. И вот пока мы законодательно не проведем реформы и не примем все необходимые меры, и не начнется динамика, мы не вылечим быстро, ни за год, ни за два. Это практически обратно в такое же время нужно для того, чтобы мы сегодня надежно обеспечили энергоснабжение. Ведь главное построить энергосистему. Сегодня нет у нас энергосистем, сегодня у нас только высоковольтные электрические сети. Кто бы со мной не спорил, и прошу на эту тему со мной не спорить. У нас есть только высоковольтные электрические сети, но цель построить энергосистему со своей генерацией, со своим системным оператором, который будет управлять на равных условиях с сопредельными странами. Аслан Басария же уверен, что не стоит привлекать стороннего инвестора, так как, по его мнению, это будет значить, что государство перестало контролировать энергетику, а это, на его взгляд, недопустимо. По мнению Басария, гораздо эффективнее это наладить администрирование, то есть побороть майнинг, наладить собираемость оплаты за свет, научить потребителей экономить. А бандернизацию оставит для тех, кто до настоящего времени занимается эксплуатацией НГУРГЭС, то есть грузинской стране. Рано или поздно Грузия нас признает, я в это верю, я говорил эти фразы вчера, и рано или поздно мы, наверное, с ними акционируемся или у нас будет какой-то такой формат. Теперь вопрос, это часть общего комплекса, по которому мы работаем. Что именно сегодня случилось, они также восстанавливали первую перепадную, глобальные работы там проводили не один раз, на НГУРГЭСе глобальные работы проводили. Нас тогда ничего не смущало. Сейчас, когда речь пошла о частных инвестициях, извините, пожалуйста, нас смущает, что условно в том же формате мы восстановим опять же часть этого объекта. При этом получим до 50% этой выработки. Нас не смущает это. Правда же? То есть это первый вопрос. Второй вопрос. Да, мы можем содержать объект, если он частный, частники должны завести сюда специалистов. Да, у нас со специалистами, что проблемы, я думаю, Резу Платоныч лучше нас знает по содержанию этих объектов. Но я хочу задать вопрос, за какие деньги? То есть в этом случае Абхазии придется платить деньги. В случае, если НГУРГЭС восстанавливает эти объекты, Абхазия как 30 лет не платила денег, так и сегодня не будет платить. И получит 50% этой генерации. Члены общественной палаты поинтересовались у Резу Зонтария, почему он считает предложение по инвестициям более привлекательным, чем то, которое делает грузинская сторона. То есть отремонтировать перепадные ГЭС и делить электроэнергию пополам. По словам Зонтария, есть компания, с которой ведутся переговоры по инвестированию в перепадные ГЭС. Но будет ли реализован проект, зависит от того, как он будет воспринят. Что касается НГУРГЭС, вообще той истории сетевой компании, мы все должны понимать четко, что сегодня весь каскад и весь комплекс работает по законам Республики Грузия. Мы же это понимаем. У меня вопрос. Мы хотим иметь еще, чтобы работать еще несколько генераций по законам Республики Абхазия? Или все-таки мы хотим, чтобы иметь собственную генерацию, которая будет работать по законам Республики Абхазия и создавать, как я ранее сказал, свою энергосистему? У меня такое видение. Нужны инвестиции? Давай посмотрим. Когда они нужны? Когда государство не справляется с задачей? А что здесь является основным? Основным является все то, что может следить государство. Может достойно содержать государство. Ведь 30 лет оно было государственное, и мы все жалуемся, что это стало плохо. Так давайте теперь вернемся к частным инвестициям или просто к инвестициям. И скажем, что может содержать государство достойно, то надо оставить за государством. А все, что нет, мы сегодня рассматриваем как инвестпрограмму, как инвестиции. Частные, смешанные, с консессиями, с общим капиталом, с разным капиталом, не имеет абсолютно никакого значения. Как мы договоримся, как будет потребитель у нас? Вот так будет зависеть от этого. А я считаю, перепадная станция, если сегодня государство не может, и мы отдаем, рассматривается только в аренду. Есть один единственный человек, одна компания на протяжении 5-6 лет, который президент. И все остальные руководства уговаривают, давай, проинвестируй нашу. На что сегодня 50 на 50 стоит вопрос, будет инвестиции или не будут. Я все говорю откровенно, мне нечего скрывать. Так будет справедливо, так будет быстрее к реализации проекта. Нынешний глава энергетической компании Тимур Джинджоли рассказал о том, как обстоят дела в Черномор-Энерго сегодня. По его словам, долгие годы, когда цена за свет была ниже экономически обусловленного тарифа, электросети работали на износ. Люди привыкли не платить за свет и продолжают игнорировать требования. Даже сейчас, когда собираемые средства жизненно необходимы Черномор-Энерго. Если в ситуации с юридическими лицами более или менее у нас сносная ситуация, то с физическими лицами по оплате катастрофическая. Люди зачастую, я вам скажу так, что в кассу, когда подойдешь к нам в тот же СУЭС или в Черномор-Энерго, в основном стоят у окна оплаты люди преклонного возраста, пенсионеры. Это самый слой малоимущий у нас. Люди, которые более состоятельные, больше потребляют, они считают правильным не платить за электроэнергию на сегодняшний день. С этим надо бороться. Глава столичной администрации Беслан-Эшба сообщил, что около 1 миллиарда рублей необходимо для восстановления электросетей в Сухуме. По его словам, необходимо заменить порядка 100 километров кабеля, 500 опор, а также отремонтировать 30 трансформаторных подстанций, а 12 полностью заменить. Как известно, у нас в городе 5 понижающих станций, это управление Черномор-Энерго, это Сухум-1, Сухум-2, Эпид, Баслат и Синоп. Кстати, Синоп напрасно так выпал, потому что по большому счету ни с одной подстанции свободных мощностей нет. Вот Сухум-1 реконструируется, да, Тимур Иванович? Там может появиться дополнительные возможности и есть возможности в Синоп. То есть, говорить о строительстве, об экономическом развитии или привлечении дополнительных инвестиций в какую-либо из экономических отраслей по городу Сухум, где будет использовано электричество, можно сказать, на данном моменте отсутствует. По словам Эжеба, большие потери электричества происходят из-за изношенности сетей, поэтому необходимо произвести инвентаризацию электрохозяйства. Подтвердил версию о потере электричества по дороге от генерации к потребителю и замминистра экономики. Действительно, у нас в сетях значительные потери технические. Это есть и на высокой стороне, и на низкой. С чем это связано? Высокие нагрузки на высоковольтной сети. То есть, в момент, когда линия работает с перегрузом по сравнению с нормативными значениями, для которых была произведена линия, начинаются потери, начинается повышенный износ этой линии. Соответственно, до потребителя, а точнее до распределительных подстанций, меньше электроэнергии доходит. Что касается альтернативных источников энергии, то Тимур Микваби рассказал о перспективах газификации республики, но подчеркнул, что для этого необходимы огромные финансовые вложения. В прошлом году велась работа с российским проектировочным институтом под названием «Газпром Промгаз» по разработке генеральной схемы газификации. Целью, основной задачей этой работы было заменить потребление электроэнергии, с которой, как уже было сказано, много трудностей, на другой источник, для того, чтобы снизить нагрузки на нашу энергетическую отрасль. Была утверждена генеральная схема газификации в настоящее время, учитывая, что речь идет о необходимости прокладки газопровода с территории Российской Федерации в республику. Возможно, это может подразумевать строительство газотурбинных электростанций, для того, чтобы либо поддержать, либо заменить частично генерацию электроэнергии на ингургаз. Все эти мероприятия подразумевают значительный объем финансирования. Я не говорю специально слово «инвестиции», потому что речь не идет о том, что обязательно привлекать частного инвестора или это будут инвестиции государственные. Речь идет, в принципе, о значительных вложениях. Но пока нет ни газа, ни других альтернативных источников электричества. И при этом дефицитный продукт не ценится потребителям. Люди, по словам специалистов, не платят по нескольким причинам. Либо нет денег, либо нет культуры оплаты за свет. Но даже там, где у энергетиков есть возможность отключить неплательщика, они не отключают их от сети, рассказывает Абисалом Кварчия. И призывает всех воспринимать оплату за свет как инвестицию в будущее государства. Пока мы не объясним народу, что он не платит не за электроэнергию, а он инвестирует, понимаете, в энергетическую независимость республики. Он инвестирует именно в независимость нашего государства, понимаете. И экономика, и от энергетики зависит все. Людям надо объяснить. Это не плата за электроэнергию, это инвестиции в наше будущее. Тогда у нас, может быть, что-то изменится. Чтобы вы понимали, в Ачимчирском районе, вот сейчас я был недавно, собираемость 8%, а юридические лица 87%. Вот вся картина. Член общественной палаты Давид Пиле выразил недоверие и политикам, и чиновникам, и энергетикам. По его словам, все негативные процессы для энергетической отрасли в Абхазии проходили не без участия самих специалистов. О том, что вы можете сесть за круглым столом и можете договориться, я сомневаюсь. Вы никогда не договоритесь. Потому что каждый видит свои интересы. У нас, начиная с улицы, по всем коридорам власти, все хотят быть приобщены к дележу системы энергетики. Дело в том, что когда мы дали зеленый свет выработке криптовалюты, помните, с экрана звучало, что пришла новая эра для Абхазии. Я как обыватель, который купил 20, 30, 50, 100 аппаратов, мог я подключиться к энергетикам, мог я подставить подстанцию, трансформатору, да, КТП, о котором мы здесь говорили. Мог я это сделать? Нет, конечно. А кого я приобщил? Энергетиков. Они заработали, и я заработал. Вот эта система порочная, она до сих пор нас несет, и несет не в лучшую сторону, чтобы вы это знали. На этой ноте дискуссия о причинах и способах выхода из энергокризиса и завершилась. Собравшиеся так и не пришли к какому-то общему мнению, хоть и совещались более трех часов подряд. Мария Накотова, Сосриква Гухава, Турник Амичба, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова